Привет, друзья! Я Григорий Герман. Действительно ли Путину сейчас нужны переговоры? И когда настанет тот момент, когда они для него станут не гипотетически желательны, а прямо вот необходимы? Что для этого должна сделать Украина? Действительно ли Украина смогла перехватить инициативу ударами по глубине российского тыла и операции в Курской области? Могут ли быть другие операции, еще более расширяющие фронт войны с путинизмом? Об этом, и не только об этом, мы поговорили с генералом вооруженных сил Украины в отставке Виктором Ягуно. Оставайтесь, будет интересно. На Западе существует уверенность, что Путин готов к каким-то взаимным компромиссам. По крайней мере, сейчас. При этом я на самом деле не вижу, собственно говоря, с чего бы ему сейчас идти на компромиссы и с чего бы ему сейчас, в принципе, идти на переговоры. Как вы думаете? Ну, есть тоже такое ощущение, что мы вроде как бы поверхностно присматриваться к тем действиям, которые они проводят, что вроде как бы нет оснований. Не один я, там очень многие говорят, что 25-й год – это критический год. То есть в России должно что-то произойти. Там либо экономика должна как-то себя проявить, либо какая-то политическая, политические какие-то непонятки могут произойти. То есть вот что-то должно произойти. Но у многих экспертов, которые накладывают вот эти все моменты, там экономику, отсутствие ресурсов на продолжение активных действий на фоне того, что… Ну, по последней данной, да, 1300 человек, там, плюс-плюсом, которые уничтожены, и 33 единицы техники. Что такое 33 единицы техники? Это эшелон. Вот эшелон техники, он у них за день уходит. Они реально точно за день такое количество техники не могут снова поставить. Это вот я на секунду, я дам небольшой-небольшой. Этот недавно видел исследование о том, что только подтвержденными во время Покровской операции за месяц они потеряли техники… А нет, не за месяц. Во время вот всего наступления на Покровск они потеряли техники на пять бронетанковых дивизий. И я к чему это веду? Что у некоторых людей… Вот я вчера услышал очень такую поразительную фразу. «Последний рывок». Вот они реально пошли на рывок. И они рассчитывают, что этот рывок должен чему-то произвести. Насколько вот хорошо, насколько Путин, в принципе, сейчас, на данный момент, готов к каким-либо компромиссам? Или же о возможности каких-либо компромиссов? Я уже не говорю об их рамках. Мы можем говорить только, по вашему мнению, после 9 мая 2025 года. Я не знаю, на что они рассчитывают. Я думаю, что они очень серьезно рассчитывают на то, что что-то с ним, вот из этой формулы 10 пунктов Зеленского, что-то должно быть исключено. Если они соглашаются на то, что по уставу ООН Украина претендует на сохранение своих границ в рамках 91-го года, то мы от чего-то должны отказываться. Ну, потому что за их расчетами компромисс – это обоюдное отступление от чего-то. То есть, не знаю, Украина должна отказаться от того, что преступников будут судить. Ну, не знаю, такая особо интерпретация. Что, мы должны отказаться от компенсации и сами восстанавливать Украину после их бомбежек? Я думаю, что Запад на это точно не поет, потому что мы же восстанавливать будем фактически за счет наших спонсоров или как. Наших партнеров. Да, они скажут, извините, они бомбили, они уничтожали. Они как-то должны платить. Что они себе там рисуют? Ну, возможно, они рисуют, например, что мы оставим покоя Крылью и забудем про него навсегда уже. Ну, я думаю, что мы, когда выйдем в процессе международного права на санкции по так называемому Крымскому мосту, а там санкции международного суда предусматривают его разрушение силами России. Потому что он незаконно построен. Пойдет ли на это Россия? Конечно, не пойдет. То есть есть моменты, на которые я даже не понимаю, где мы можем действительно найти какую-то там середину и посмотреть глаза один другому. То есть я как-то пока что этих глаз не вижу. Ну, есть еще один, на самом деле, аспект, его недавно озвучил, по-моему, президент Финляндии, о том, что возможно ли выйти на переговорный трек и признать любые границы Украины, кроме как границы 91-го года. И президент Финляндии, часть НАТО теперь уже, часть западного мира абсолютно, говорит, что нет, невозможно, потому что любое движение в сторону, которое обозначила Россия, Отсутствие заморозка, признание территории, отсутствие наказания для военных преступников, отсутствие выплат. Все это ломает систему международной безопасности в том смысле, что это дает любому агрессору понимание того, что ты можешь совершить агрессию, и тебе за это условно ничего не будет. Так самое интересное, у них основная задача какая? Снятие санкций. А все говорят, что это не вопрос, мы сняли санкции с ним. Сделайте это, мы с ним то. Сделайте это, мы с ним то. И вообще вся вот эта вот история с переговорами, с переговорными треками, с якобы условиями, которые озвучиваются, территориальные уступки и прочее, прочее, прочее. Вам не напоминает все это дело очень сильно? Тезу, ну то есть вот психологии и информационно-психологическую специальную операцию, которую проводит Российская Федерация, с целью подорвать в том числе и единство между обществом украинским, с армией украинской, военно-политическим руководством, внести разброды шатания. И это может быть и работает сейчас. Совершенно верно. И я скажу больше. Некоторые эксперты приняли решение, ну вместе с волонтерами, и начали активно фиксировать тех, кто по волне, вот есть такое понятие, когда ИПСО запускается, то начинается волна, там, не знаю, там, в какой-нибудь очень далекой, грубо говоря, бразильской местной газете что-нибудь печатают, а потом это все подхватывается на уровне центральных газет мировых издательств. Вот где-то вот так вот начали фиксировать, кто первый начал говорить про возможность переговоров. И очень интересная картина начинается, рассматриваться, если это разложить на листке бумаги и поставить математический график, да, такая синусоида. Откуда это начинается и где этот пик пройдет. И действительно, вот этот пик предполагает где-то вот середина ноября. То есть я думаю, что после, еще раз говорю, после выборов президента Соединенных Штатов немножко пройдет успокоение, потому что поймут, кто за какие вещи будет выступать. Либо Трамп, который там собирается 24 часа все прекратить, либо Харрис, который будет продолжать политику теперешней администрации, более не менее. Если пофантазировать и говорить с состоянием на сейчас, середина октября 2024 года, как выглядит нормальная, я не говорю об идеальной, нормальная переговорная позиция, с которой Украина может вступать в переговоры? Я думаю, что нормальная позиция может и сейчас использоваться. Почему? Потому что мы имеем часть Курской области. А это, даже если бы это был один населенный пункт, то это очень серьезно влияет на переговоры. Территориальная целостность – это базовые вещи, которые в переговорах нельзя обойти. Поэтому, если переговоры будут без вот этих базовых ценностей, то это будет просто перемирие на, не знаю, на такое же, как там, не знаю, на Северном Кипре, либо Северная Корея. То есть это такое, на все время без мира и войны. Ну вот некоторые эксперты считают, что самая главная позиция, на которую Украина должна выйти перед началом переговоров – это инициатива в руках Украины. И вот мне кажется, что если осенью, зимой и весной инициатива была в руках российских оккупационных войск, они наступали, наступали там, наступали сям, наступали в Харьковской области, то летом Украине удалось как минимум выровнять эту чашу весов ударами по глубокому тылу, ударами по НПЗ и ударами по нефтебазам и, самое главное, конечно же, атакой в Харьковской области. Я согласен полностью. И тем более, что мы видим статистику их наступлений, но это просто невероятные их усилия, которые идут в никуда. Они же все говорят, что зачем нам эта первая победа? Давайте думать, как либо остановиться, либо что-то делать. Зачем нам эта территория, если она лунный пейзаж, и люди, которых мы завоевываем, смотрят на нас волком? У них огромная проблема. Огромная проблема. Одно дело, когда ты усмиряешь маленькую Чечню, и ты ее насытил огромным количеством ФСБшников, Розвардии, полиции. И коллаборатов, да. Да, а другое дело, когда у тебя огромная территория, которую ты захватил, там есть население, которое больше своей части точно понимает, что начали жить хуже. Если даже есть информация по Донецкой и Луганской области, где люди выходят и говорят, ну блин, что же вы сделали? Мы вас ждали таких хороших, а вы тут там пришли и черти шоу устояли. То на этом всем фоне вот эти вот партизанские войны, они будут продолжаться. Никто их не отменял. То есть спецслужбы будут работать активно, будет агентура, будут взрывы, будут подрывы. И никак не остановишься, потому что это ж не мы, это возмущенное местное население. Кстати, вот по поводу инициативы Украины и украинских дальних ударов. Метод, которым Израиль уничтожил Насралу, он же на самом деле достаточно показателен. Понятное дело, что точно его Украина перенять не может, потому что у нас нет таких возможностей. Да и в принципе, да, Россия это не Ливан, а Москва это не берет. Но, тем не менее, действительно ли мог Путин испугаться украинской инициативности в вопросе нанесения дальних ударов? Ну, нас американцы попросят не наносить удары по нефтебазам. Мы говорим, да, конечно же, и наносим. Да, там, то же самое по складам вооружений, нашим оружием. Действительно ли там Путин испугался украинской инициативы в этом вопросе? Что мы можем взять ракеты американские и нанести удар по какому-нибудь из бункеров? Не американские ракеты, а даже украинские дроны. И это появилось во время празднования, так называемого, Дня военно-морского флота в Петербурге. Они сами про это сказали. Мы же молчали. И они рассказали про то, что где-то кто-то выходил на Соединенные Штаты. Соединенные Штаты вроде как бы выходили на Украину, просили не портить им праздник. Особенно он начал бояться дронов и возможности удара сверху после ликвидации генерала, с которым он лично в свое время общался, с Сулеймани. То есть, когда он был ликвидирован, и ликвидирован специальной ракетой, которая не взрывается, а уничтожает этими плопастями, для него это было просто шоком. И он реально очень боится. Он это за свою безопасность, для него... Да мы все это видели, даже не нам ничего повторять. Эти все длинные столы там и так называемые бункеры, это все не от радости, а от беды его. Да. Кстати, по поводу уничтожения Сулеймани. На территории Ирана есть же объекты, на которых, условно говоря, там собираются либо шахеды, либо запчасти к шахедам, которые потом отправляются в Россию, и потом эти шахеды летят в Украину. Может ли, в принципе, быть создан такой союз между Израилем и Украиной, когда Израиль наносит удары воздушные именно по этим целям, тем самым не трогая нефтянку, уничтожая иранскую способность, нанося очередную пощечину Ирану и еще помогая Украине? Ну, это уже происходит. Это уже происходит, потому что мы, когда общаемся с Израилем, мы понимаем, что те ракеты, которые летят, грубо говоря, в Израиль, или те, которые, ракеты, которые передает Иран Хуситам, либо своим Прокси, они точно не попадут в Россию. И уже даже на этом этапе мы понимаем, что у нас есть взаимная помощь. Что-то делает Израиль, что-то делаем мы. Или мы, например, оттягиваем эти ракеты, которые не попадут в Израиль, а они пришли в Украину, а мы их тут уничтожаем. То есть это все понятно, потому что если бы шахеды не полетели бы в Украину, то они бы летели, наверное, на Израиль. А что такое Израиль? Это территория, которая меньше за площадью Киевской области. Представляете себе? Есть два мнения по поводу конфликта на Ближнем Востоке. Выгодно это Украине или невыгодно? Первое мнение. Для Украины выгоден удар Израиля по Ирану, потому что это выбивает одного из главных, самых активных союзников России. Запчасти к шахедам сами шахеды, ракеты, снаряды и так далее и тому подобное. Есть мнение, что наоборот удар Израиля по Ирану приведет к резкому повышению цен на нефть, что невыгодно нашим союзникам, нашим партнерам и приведет, в конце концов, к уменьшению помощи Украине? Ну, очень тяжелый вопрос в компании. Любое решение этого вопроса, оно выхода не имеет окончательно. То есть, если бы не было конфликта, мы бы тогда оказались один на один с коалицией Россия, Иран, Северная Корея. Если есть конфликт, мы понимаем, что часть средств, которые могли идти на войну с Украиной, они уходят на Израиль, а Израиль имеет мощную поддержку со стороны коалиции стран, которая не боится, например, сбивать ракеты над ее территорией, которые летят в ее сторону. Поэтому, думаю, что, как бы это цинично ни выглядело, два конфликта все-таки лучше и силы противника растянуты. Хотя они думают, что они подняли волну и сейчас выиграют. Я думаю, что страны, которые принимают участие в противодействии, они все-таки по мощности, по подготовке, по ресурсам намного больше имеют возможности, чем тот же Иран, Россия и даже Северная Корея вместе взятые. Поэтому, думаю, что мы все-таки сейчас в выигрыше, потому что часть этой силы направлена в другую сторону. Кстати, и Россия вынуждена помогать своим союзникам в Сирии, и мы же видели российское оружие и у Хамаса, и у Хизбаллы сейчас выявлено. А что касается цены на нефть, я думаю, что это сказка, которая была где-то там придумана. То есть, саудиты могут в случае, если действительно цена поползет наверх из-за ирано-израильского конфликта, они смогут забить рынок своей достаточно дешевой нефтью в большом количестве, так, чтобы цена не сильно выросла? Да, я думаю, что так. И надо понимать, что та нефть черная, ну, черный импорт, который идет с России, он тоже влияет очень серьезно. И те страны, которые накапливают, это Индия, в первую очередь, и Китай, которые накапливают эту нефть, они тоже понимают, что если в случае чего-то произойдет, они просто откроют эту кубышку и начнут пользоваться теми резервами, которые они уже накопили. Если вернуться в Россию, деньги, нефть, вот эта вот связка, деньги, которые Россия может тратить на войну. Идет очередная волна повышения вот этого первоначального взноса, да, вдруг неожиданно вырвалась Белгородская область, в России там 3 миллиона платят за подписание контракта сразу же. То, что продолжается вот этот рост. Говорит ли это о том, что Путин решил все-таки не будоражить российский глубинный народ всеобщей мобилизацией для войны и пытается проскочить все так же на все повышающихся выплатах для самых бедных слоев, которые идут воевать? Да. И самое интересное, что есть категория иностранцев, которые повелись на эти все вещи и реально они сейчас появляются на фронте. Мы то там, то там начинаем видеть уже даже не среди ликвидированных, среди пленных экзотические страны какие-то там, начиная от Буркина, Фасоя, Египта, Сирии и того же Афранистана. И я уже не говорю про Кубу, которая действительно там Бангладеш, Непал, то есть ну вообще просто невероятно. Ну вот они считают, что заработать на войне намного проще, чем где-то что-то там строить. А нелегалов очень много. Сейчас стоит вопрос о том, что они пытаются подтянуть на заводы производства в Россию пакистанцев, индусов. Я думаю, что если мы в ближайшее время начнем ловить каких-нибудь бойцов пакистанцев или индусов или ситхов, то я думаю, что это будет очень интересная экзотика. Ну а что делать? Вот такая вот страна русские, которые сами не могут воевать, пытаются затянуть туда кого угодно. Только вне сами. Ну кстати, по поводу индусов уже была эта тема и история, да, они же даже там уголовное дело какое-то открывали. И был дипломатический скандал, когда Индия потребовала объяснений. Каким образом индусы попали на линию фронта? Там вопрос был очень хитрый. То есть если бы индусы были завербованы на территории России, то вопрос бы не возникал. А они уже дошли до крайности, начали рекрутинговый центр чуть ли не в Индии открывать. Причем с использованием граждан Индии. И это возмутило индийцев, потому что у них там есть свое законодательство своеобразное. Кстати, такая же была ситуация с Беларусью, но батька пошел на попятую. И фактически сейчас он разрешил, несмотря на его законодательство, мы же понимаем, что у нас есть люди, которые воевали за Украину и сидят у него в тюрьмах. А есть разрешение, что те, которые хотят, могут приехать в Россию, подписать контракт и воевать, пожалуй, деньги хочешь заработать, может ты хочешь использовать свои знания. Ну вот если они с непосредственным участием в войне, то хотя бы таким образом. Кстати, вот есть мнение, я встречал его неоднократно в украинской патриотической среде. В том, что нам необходимо тоже активнее привлекать к боевым действиям Африку, Азию, Южную Америку, кого угодно. Ну то есть расширять иностранный легион, он же сейчас добровольческий абсолютно и полностью, да. И это люди в основном идейные. А что, мол, вот нужно за деньги привлекать вот так, как делает Россия. Что вы думаете по этому поводу? Ну, вот я понимаю, что во все времена были наемники. И эти наемники очень активно использовались все с одной, все с другой стороны. Так, кстати, как и добровольцы, да. То есть мы же знаем историю, не знаю, кого там можно вспомнить, да кого угодно. Того же самого Костюшки, который воевал сначала в Европе, а потом оказалось, что он герой Америки и памятник Бостоне. Я его сам видел просто и удивился. Вот тебе и Костюшка, да. То есть, ну, серьезно можно понимать, что можно привлекать, но тут же стоит вопрос о чем? Сама, не только морально-этический вопрос, а и вопрос того, какие условия, какие гарантии там этим людям. Вообще, Украина, кстати, не отказывается от помощи. И она открыта, и она фактически и платит деньги. Просто у нас нет такого понятия, как наемничество. То есть мы не можем увеличить... Наша зарплата тем людям, которые приехали к нам, она не может быть выше бойцов Украины. Вот в чем дело. Поэтому, если кому-то устраивает эта зарплата и эти условия, то, пожалуйста, приезжайте. Выше мы платить просто не можем. Это на загаритном уровне. Насколько мы готовы давать такие изменения, ну, не знаю, не готовы. Ну, и опять же таки, да, ну, хорошо. Общая численность российских оккупационных войск сейчас составляет, ну, где-то порядка 800 тысяч, насколько я понимаю, да. 700-800 тысяч. Сколько из них, наемников из Индии, Пакистана, Бангладеша, откуда угодно? Ну, тысячи три, ну, может быть, там... Я думаю, что у нас больше людей, которые не с украинским паспортом воюют. Я просто знаю только по статистике, которая была, ну, там, последняя, которую я видел, около двух тысяч белорусов. Это не все, грубо говоря, в полку Калиновского. Просто они так получилось, что они приняли такое решение. Основная масса их просто жили в Украине, как имели вид на жительство и приняли решение, что это их не родина и они должны ее защищать. В основном это добровольцы, потому что они не проходили через ТЦК. Они заключали контракт как граждане иностранного старства. Поэтому общее количество людей, которые, ну, не граждане Украины, в том числе граждане России и других стран, там, там, то, думаю, у нас это количество где-то на прийти эти, наверное. Ну, и опять же таки, да, количество наемников, которые Россия может привлекать именно из экзотических стран, мне кажется, оно не идет ни в какое сравнение с тем количеством контрактников, которые у них подписывают контракты каждый месяц. Ну, то есть, это не критичное количество людей для Украины. Они, поднимался вопрос, в чем проблема России. Они пытались притянуть и сирийцев, и афганцев. И действительно есть категория, которых можно было бы там перехватить. И те деньги, которые они платят, они адекватные для их наемников. Но те говорили очень простую вещь. Мы не хотим воевать вместе с русскими в одном подразделении. В Белой гвардии, да, там какая-нибудь там дикая дивизия кавказская. Вы нас этих, грубо говоря, кавказов объедините в одну дивизию, и мы вам покажем, как мы должны воевать. Для русских это было просто смерти подобно. Потому что вся риторика про отечественную войну против фашистов, которые они там распространяют, не знаю, очередная война, она бы просто аккуратно полетела от Тар-Тарары, когда над какими-нибудь подразделениями подняли бы, не знаю, там, сирийский фланг. Ну, наши же издевались над ними, да, то американский поднимали, то израильский фланг поднимали. И у тех там начиналась какая-то дисункция, они не могли понять, что на самом деле, с кем они воюют. И для них те люди, которые говорят на закарпатском диалекте или Ивано-Франковском, для них это точно поляки и точно не украинцы. Да, как пишет один мой знакомый, который в Курской области, там, типа, русские, если я хожу в британки, не означает, что я британский САС. Да-да-да. Успокойтесь. Известный же мэм, когда он говорит, вы американцы? Говорит, нет, я с Житомира. Да-да-да-да. Как Житомира? С Житомира, да-да-да-да. Что Украина на самом деле может сделать в ближайшее время для того, чтобы еще больше перехватить инициативу в свои руки? Имеет ли смысл нам, пофантазируем, без какой-либо привязки к реальным планам, а потому что мы их не знаем, потому что их знает только высшее военно-политическое руководство. Имеет ли нам смысл, не знаю, открывать еще один фронт, проводить еще одну брянскую операцию? Или там еще одну белгородскую операцию какую-либо? Или стоит сосредоточиться на дальних ударах по тылу? Я думаю, что это комплекс должен быть. Во-первых, то, что касается Курщины, там очень своеобразная война. Там нет фронта такого, в том понимании, там есть отдельные линии, где держат оборону, но если начинается какое-то серьезное давление или там наподобие каких-то, не знаю, местных стурмов, наши просто собираются, уходят и появляются в совершенно другом месте. То есть там не просто маневренная война, она такая полупартизанская получается. И русские психуют, потому что они ничего не могут сделать. а мы не привязаны к территории, нам не надо там защищать какой-то населенный пункт от того, что он будет оккупирован. Это не наш пункт. Поэтому, если наши где-нибудь рейдово зайдут, даже не как воинские формирования, как партизанские какие-то отряды, в брянские леса, ну пускай они там, по этим лесам. Немцы тоже гоняли партизан. Это один вопрос. А второй, нельзя прекращать уничтожение складов, аэродромов, пасхранения и всего, что связано с логистикой и с командованием, то есть командные пункты и так далее, это все намного эффективнее, чем нам пытаться сдержать местные штурмы. Потому что, когда огромное количество людей не имеют чем стрелять, что есть, чем заправлять технику и откуда получать команды, это толпа, которая просто вооружена к ним достойным оружием и все. И что с ней делать? Тебе можно обойти, расстрелять, накрыть там, не знаю. То есть это намного эффективнее, чем сдерживать вот эти вот волны, волны мяса. Спасибо вам огромное за прогноз, спасибо огромное за мысли и до встречи в ближайшее время. Берегите себя. Так, счастливы вам. Спасибо. Спасибо.